Привет всем! У нас окончилась еще одна неделя на Фабрике Звезд. Я Чуик Янинов, потомственный обзорщик Фабрики Звезд. Что произошло на этой неделе? О, Господи! Говорят, что Пашу, продюсер лейбла Blackstar, взял быка за рога. А также рамузыка в Звездном доме и рамузыка на концерте. Обсудим, как все проходило на самом деле. Я вспомнил дополнительные детали, которые до этого раньше вам не мог говорить. Итак, начинаем побыстрее! Кругло ты попал на ТВ, на ТВ, ты квадрат, ты квадрат, и тебе в доме никто не рад. Привет всем! Это Чуик Янинов, потомственный аналитик Фабрики Звезд. Мои родственники сейчас были ведущими Голоса, наблюдали, как банка с гиалуроновой кислотой выигрывает главный приз с херовым пением, но ничего! Это уже Рамин там в телеграм-канале истерику устроил на 10 минут по этому поводу. Кстати, Рамин на этой неделе был в Звездном доме и на концерте, и сделал по этому поводу спецвыпуск. Обязательно посмотрите там про то, что не вошло в кадр, что было за кулисами, как родители его встретили, почему он как пришибленный с Любо сидел в Звездном доме и все такое, да? Целый час стори тайма, ссылка в описании, не забудьте обязательно, потому что это часть этого выпуска. Сейчас еще сезон Евровидения, мы просто разрываемся. В ближайшие дни выйдет очередной эпичный клип на эту тему, следите за каналом. Обязательно посмотрите прошлогодний клип Лорин в плену. Так вот, мой босс ходил на фабрику. I did not! Поэтому начинаем обзор дневников и концерта. Значит, по дневникам видно, что Гавриэлю 16 лет. Он все время как огурец, он встает, поет, просыпается раньше всех. Кто должен сиять, ярче, чем ты, сейчас он, просто поверь. Традиционно неделя всегда начиналась у нас и начинается с Саши Круга, который говорит, что ему немножко не хватило репетиций и подготовки для концерта. Вот небольшой расслабончик, как будто не хватило времени на подготовку к материалу вельветом. Естественно, когда гастрольный тур по всей стране, и ты дома почти не был, конечно, не хватило. Мы видели, кстати, кровать Саши Круга и икону, и гаджеты валяющиеся, ну ничего. Гонорар окупит горничную. Затем у нас новый виток в истории с Полиной Быковской. Дедушка Саша Филина дарит ей книгу о любви. Сашин дедушка Филина подарил мне сборник своих стихов. Он пишет стихи. Я просто в шоке была. Стихотворение там о любви, да, о романтике, о страсти. Ну, влюблены-то были Никита, Круг и Филин. Я-то вот как раз влюбленности не заметил у Полины никому, кроме приходящих гостей. И это сборник «Что такое любить?» Если вы влюблены, или вам немного грустно, или у вас лирическое настроение. Так что это такая, знаете, небольшая манипуляо зрителями. Книга – самый лучший подарок, я считаю. Я, кстати, видел дедушку тоже на концерте. Ну, он уже в возрасте, да, зумеры только так мозги пудрят старшему поколению, да. Конечно же, дедушка уверен, да, верит в эти отношения Полины и Филина. Если он смотрит, конечно, дневники вообще его, естественно, он там уже весь, наверное, в приятных мыслях и ощущениях. Я видел дедушку, но что-то не стало его тревожить, потому что узнал о нем вот только тут в дневниках. Я не знал, что с ним говорить, ну, как бы мог бы поздороваться, если бы был к нему ближе. Сёма рассказывает, что пишет новую песню. Для номинации ты думаешь, тебя номинируют следующую? Я 100% уверен. Чуйка, чуйка. Ну, и даже просто из рационального какого-то... Мне в целом нравится, как он всегда уверен в своем материале, да. Ну, и прошлая песня, помните тоже, да, «Все слезы лили», всем очень нравилось. Ваш материал, конечно, должен вам самим нравиться, иначе его точно никто не полюбит. И чем-то помогать мне, я прошу, не змей. Я сам этим немного страдаю, да, в плане сомнений в себе и в материале, хоть и знаю, что у меня лучшие ролики. В общем, спойлер, его не номинируют, но каждый раз, когда кто-то хочет номинацию, его потом выгоняет. Сейчас уже немного не очень, да, вариант рваться, прям свои песни показывать. Но я с Семеном виделся после концерта, он сказал тогда уже, что и песню утвердили, и все дописано, да, и он уже готов и готовится. Номинантами на этой неделе стали Габриэль, Соня и Саша Круг. Семена, кстати, там немного отчитали за выступление с Даашей, и копии песни «В сердце бахнули стрелы». Случается танец говна в потопе, да, когда вот оно начинает плыть. Но это уже энергично, как минимум. Ну, это по-прежнему говно. Габриэлю прилетает за его оммажи на Джексона, на Бибера. Билли Джин, дотанцовываешь и дотанцовываешь. Я понимаю, у тебя детская фиксация, наверное, на этом, но расслабься. Я немного не понимаю этих претензий. Габриэль вроде показывает достаточную такую вариативность, да, с той же Любой Успенской. Ему дают разноплановые песни, и вот у него свой стиль вот такой вырабатывается. Да, может быть, похожее делает Бибер, но в России-то там так толком вообще никто двигаться не умеет. И каждая вторая повторяет песни Асти, и ничего. У всех пешеные карьеры, и выступают по городам, ездят, кучу бабок зарабатывают. Я считаю, что Габриэль достаточно отличается от большинства ребят, чтобы его как-то еще пытаться исправлять. Дальше происходит мини-драма с Нонной, которой придется петь с Сарухановым, и она хочет известную песню, а не какого-то там дедушку. Да ради бога, скрип колеса значит скрип колеса. Я просто хочу известная, я хочу с известной по нему все. На что Вика Кузьмина говорит ей там, я не знаю, ты слышь, даже не смей на Игоря рот свой открывать, у него все песни топ. Не так, конечно, да, но Нонна хочет крутого артиста. Спроси, кто такой Саруханов. Это известный, алё. А кто вообще из всех артистов есть? Группа Нана. Хочешь группой Нана петь? Кто это? Нонна на самом деле не очень понимает, что чем менее известный артист и менее известный хит, тем больше шансов переработать песню так, для зумеров, да, например, что она будет звучать лучше оригинала. Хиты любят все, их никто не хочет слышать по-новому. Дайте ей телефон, пусть она маме позвонит и скажет, я пойду Саруханову. Мама скажет, офигеть, вот это, да, вот иди. Вообще, честно, я бы тоже взгрустнул от скрипки лисы сначала, если бы мне предложили. Но если бы я пел как Нонна, то потом бы понял, что это на самом деле крутой шанс. Дальше Круг пытается понять, выгонят его или нет, и говорит Соне о своих планах на будущее. Если вылечу я, дальше есть на чем работать, есть чего писать, хочу кому-нибудь песню написать. Себе напиши. Знаешь, у кого нет новых песен и кому нужно раскрывать свой потенциал и меняться, как ты хотел? Правильно, тебе самому. На старых песнях далеко не уедешь, да? Потом все возрастные поклонники, извините меня, рипнутся, и некому будет петь и, значит, болеть за тебя. Круг. Не превращайся в дырку. Ты же Круг. Лучше стать шаром, честно. Внутри шара есть хотя бы пространство для чего-нибудь интересного. На следующий день приходит Юлия Савичева. Она оправдала немножко Семена, да? Мне казалось, когда мы выступили, что все супер. А потом, когда я посмотрела, я поняла, насколько ты волновался. Я не верю, что он просто типа разволновался. У него был какой-то бешеный упадок в том выпуске. Как будто вот какая-то полная потерянность. Посмотрите тот выпуск, где Савичева крутила волосами вертолет, а Семен, значит, как пассажир этого упавшего вертолета был. Кстати, насчет волос. Я, честно говоря, не представляю, каково было бы мне носить накладную челку всю свою карьеру. Мне в этих-то волосах жарко, да, пипец? А с челкой на лбу? Вы представляете? А знаете, почему у меня этот причесон? Потому что я Чурик Янинов, потомственный историк фабрики звезд и вокально-музыкальный аналитик. В общем, Юля рассказывает свою карьеру от второй фабрики и до Евровидения. Вот такие вот сумасшедшие глаза. Все, зажалось моментально. Спела я не очень, мягко говоря. Потому что испугалась, что могу упасть. До текущих дней. И вот звездные болезни, которые ее сопровождало, да, все это время. Но это мы все в целом знаем и видели. Ну, ребятам, может, интересно было. Они пропустили же это все, да, они еще молодые. Первые фабрики звезд — это, конечно, были ключевые проекты у нас на ТВ тогда. Это был первый канал. Вся страна ее смотрела. Поэтому похожего экспириенса у ребят, конечно, не будет. Но в то же время от них тоже все зависит. Одно присутствие на проекте не подарит вам славу и не подарит вам подписчиков. Я думаю, ребята сейчас понимают, как это сложно на самом деле. Потому что контент мы должны создавать сами, да, на каком бы проекте они ни находились. Можно было мне с ними, кстати, об этом поговорить. Но об этом попозже. Звездой быть сложно. Проект обтекаемо называется «Фабрика звезд». Потому что звезда — это такой, знаете, осьминог, который делает и имеет кучу всяких разных вещей. Он не просто музыкант или не просто вокалист. И, конечно, не все с этим справляются. Юля рассказывает про свое кринжовое выступление на Евровидении, где она плохо пела, да. Там не было бэков. За это прям минус продакшену, который делает это выступление. Там она рассказывает, как чуть не подскользнулась на краске танцора. Кстати, Рамин загрузил на Бусти все 16 реакций на Евровидении 2017. Кто давно подписан на канал, знает, что главный евроблогер Рамузыка подвергся атаке и вынужден был под угрозами удалить все реакции 2017 и 2018 годов. Ну, там, 2018, по-моему, большую часть. Восстановил, значит, он их на Бусти. Еще сырой Рамузыка на своем сыром диване. На Бусти также вышла расширенная версия этого обзора и всех других обзоров. И сами видосы на Бусти выходят раньше, чем на Ютьюбе. Сейчас мы разыграем еще винил нового альбома Тейлор Свифт, господи. Короче, не упускайте кучу топ-контента прямо сейчас в мае. Поэтому подписывайтесь, жду. Затем, потом, зачем-то Юля поет свою песню в рамках такого небольшого промо. Песня красивая, но видно, что промо ей не хватило, потому что мы ее слышим с вами впервые. И Полина Быковская начинает плакать, потому что ей отзываются слова. И мы прекрасно все на самом деле понимаем, что вот эта агрессия, подколы, защитная реакция, все это у Полины растет именно из того, что она сама с собой еще не разобралась. У нее и с любовью к себе проблемы, и дома с семьей, и, возможно, с друзьями. Естественно, я это понимаю. И она понимает, что мы это понимаем. Но это не повод обсуждать срачи в Звездном доме. Когда она полюбит себя, тогда и остальное пройдет, и тыква превратится снова в карету. Ну, а пока Полка пудрит мозги Филину, сто раз за проект, сказав уже, что рассматривает как минимум 30+, и вся эта вот малышня ей неинтересна. Я не понимаю, что так душно, откуда-то духа там вся в этой комнате. Где у меня к себе? Предложишь? Предлагаю. Но ей нужны голоса на голосование, ей нужны эти фишечки. Поэтому она сделает все, чтобы казалось, что она снова влюбилась. Вообще, лук у Полины за проект очень странный. Учитывая, что за один этот проект, она уже с кучей мужиков понастроила романов и за хвост всех поводила. От одного к другому прыгала. Знаете, не очень такая характеристика для девушки. Если вам станет немного теплее и радостнее, то это будет величайшую наградой для меня. Я даже представляю, как он это говорит. Что происходит потом? Потом у нас Полина очень осторожно, выбирая аккуратно слова, чтобы не пальнуть свой лейбл, рассказывает Саше Филину, как они выпускали песни и что-то там случайно залетело. Долгое время я писала песни и мы их выпускали просто в стол, а-ля для себя. То, что она не зарабатывала с музыки, я на самом деле подтверждаю. Ну и я знаю артистов и видел их счета, на самом деле, и личные кабинеты на стриминговых площадках. С прослушек, особенно после ухода крупных стриминговых сервисов, можете вообще не надеяться особо ничего зарабатывать. В России основной заработок всегда был. Это корпоративы, это выступления на всяких мероприятиях, все деньги находятся там. Была одна песня, которая очень сильно залетела на несколько миллионов, там 3-4, честно не помню, это было пару лет назад. Я никогда не зарабатывала на своих песнях. Потом, значит, она говорит, что у нее вообще совсем не музыкальная семья. И потом такая, ну у меня мама пела, bitch, which is it, which is it, если мама пела, это уже не не музыкальная семья, у меня вот не музыкальная, никто не умеет петь. Папа инженер, мама врач, если мама пела, это музыкальная семья, 50% семьи пела. Еще бы сказал, знаете, ну папа в оркестре подрабатывал, я не, что стесняться-то, ты думаешь, тебе все скажут, что тебе легко там все передалось по генам, потому что это совсем не так. Мы слышим. Полина говорит, что пародировала артистов, это, кстати, вполне похожий путь для тех, кто не учился в музыкалке, я тоже повторял за артистами. Так учат и фишки, да, и вырабатывается свой какой-то стиль и вкус, а вот то, что Полина хотела стать актрисой, хорошо, что не стало, потому что по интеграциям Яндекса и Сыра Виолетте видно, как у них с этим все плохо. Пойдем потренируемся в зал? Можно. Хотя я читала, что люди, которые тратят больше времени на шокинг... Дальше Полина, значит, ведет Сашу Филина по своей цветочной оранжерее. Я рассказывал вам, что мне она тоже показывала и рассказывала, что кого-то, сколько у нее цветов, и цветов правда много, пахнет у девчонок вкусно. Кстати, знаешь, что подарил? Сразу завяли. Кто? Не скажу. И, скорее всего, по причине того, что она, Саша, сделала эту экскурсию, экскурсию для нас уже не показали, потому что это одно и то же. И дальше встреча века. Приходит Пашу, продюсер Blackstar, довольно известный, уважаемый такой человек в музыкальных кругах. Вот на Blackstar, на самых ярких сейчас, это Клау Кока, Егор Шип. Очень здорово, что вы на проекте, много кто отвалился, вы здесь. Я знал, что приезжал Пашу за день до нас, и там, короче, он аж два часа сидел и разносил все песни. Вы должны понимать, что, значит, вы уже там чего-то стоите, у вас есть и творческий талант, и какая-то... И наступила очная ставка с Полиной. Что-то с ней, вот, знаете, все выпуски были на этой неделе. Значит, Пашу проводит ликбез, который, в целом, всем понятен, да? Но так как он это видел на практике, из его уст ребята слушают внимательно. Про стагнацию артистов, про звездную болезнь, про безответственность и так далее, да? На самом деле, артистам будет сложно. Они не спят, у них достаточно плохо с личной жизнью. Это, как бы, такие вот сложные вещи, которые я вам говорю, которые вы пока не знаете. Естественно, все сводится к тому, что нужно оставаться хорошим человеком. Все эти байки, которые вот кажутся с экрана, что артисты такие капризные, тормозят, опаздывают, им все сходит с рук. Музыкантов ни во что не ставят, да? Это все иллюзия, это все ненадолго. Артист — это такая же работа, это ответственность. Хороший артист нормально обращается с персоналом, его не ждут по пять часов. В следующий раз его просто не позовут. Ну, вот это вот, все вот эти вещи. Пашу уже пожил, да? Он кучу артистов сделал, крупные сделки всякие разные совершил. Многих продвигал, нахлебался всякого. Плюс не было Юлии Сумачевой. И это вам не какой-то такой добрый кераминчик. Он заходит и с ноги прямо говорит Полине. Ты что, плохая тут, да? И он ее на самом деле так хорошо ловит, потому что люди действительно не могут с нихера вот так говорить, что ты плохая, если ты хорошая. Я не удивлена, скорее, что люди сказали про меня плохо. Почему? Потому что в основной массе все так говорят. Почему? Может, ты потому что так себя ведешь? И видно, как Полина сама это понимает прямо во время разговора. И ей нечего сказать. Она не ожидала такого наезда после похвалы своей песни. Да, она включила «Седую ночь», ее похвалили. Собственно, как мы с Любой тоже не ожидали такой милой встречи от них. Ну, мне сказали, что ты там что-то зазнавшись, говоришь, что типа я меньше, чем на 100 тысяч на стадионе выступать не буду или что-то такое. Что за ерунда? Да? Это ерунда? Вообще считается, что если у тебя хорошее чувство юмора, но никто не понимает твоих шуток, то, знаешь, оно хорошее только в узком кругу близких друзей, когда все все понимают. Остальным нужно все-таки давать понять, что ты шутишь. Или интонацией, или смехом, да, после шутки. Или какой-то дополнительной шуткой, или просто тупо сказать «Да шучу, ладно». Никто не обязан изначально понимать твой юмор. Это было, когда мы обсуждали с Юлей, с Сергеем. Концерты, да. А, да, ну я так его приняли. Я так сказала. Полина даже, на самом деле, представить не могла, что ее разговор про концерт на 100 тысяч человек с наставниками будет слит. Пашу. И я, честно, я офигел сам. Да, и это приняли не как шутку. Он говорит, ты пошутила. Да, ну ты вкидываешь часто такое. Я просто шучу очень много. Вот, смотри. Возможно, вот тут, на самом деле, Полина, наконец-то, после моих кучи обзоров, поняла, что на ее стороне могут быть только мы и зрители. Мне сказали, что есть какая-то там рыжая, типа, заносчивая, которая, там, очень много о себе думает. А вообще, честно говоря, вот эта отмаза про шутку, мне сильно напоминает ее отмазы во время нашего прихода, что она не смотрит наши обзоры, вообще не понимает, на самом деле, что такое YouTube. Она не врубается, что значит Альбина Лосевская и почему Лосевская. Где вот параллель с Быковской, Лось, Бык, где связь вообще? И не видела вообще видоса с рыжим париком моим, но в то же время прекрасно знала, что в этом обзоре я предполагал, что фабриканты не живут дома. Она несколько раз сказала, ну мы же здесь не живем, не мы же здесь не живем. Я даже этого не помню. Ну это, конечно, здорово, не помню, что было несколько дней назад, знаешь, такое обновление идет. Это нет. Я тебе просто говорю. И в этом, на самом деле, сложность реалити-шоу, потому что ты, хитрость, да, такая, потому что ты одновременно строишь козни дома, подговариваешь ребят, там, да, скандалишь, плачешь, ругаешься всеми, чтобы не вылететь, строишь какие-то отношения. Но в то же время ты должна при всем при этом для зрителя выглядеть тоже привлекательно, потому что даже если зрительского голосования не будет, то этот зритель будет вас слушать как артистов в будущем. Или не будет. Я говорил в одном из обзоров, что это игра в долгую. Это не просто реалити. Можно сколько угодно там строить схемы какие-то свои в реалити, но ценятся все-таки песни и выступления. Я в шоке, что Пашу сказали, что есть какая-то заносчивая рыжая. Я просто вот так вот, я с открытым ртом смотрел. И поздоровались, кому-то на сообщение не ответили. И их как бы, ну, выключают. И когда есть команда, такие вещи. И Саша Филин, вижу, сидит в ахо, просто улыбается такой. Какая-то там рыжая, типа заносчивая очень, которая там очень много о себе думает. И чары Полины не срабатывают. Она пытается отвечать, но Пашу плевать. Он таких перекусывает просто за полником. Да, сколько этих артистов было амбициозно? Он уже кучу артистов повидал. Он, кстати, не такой старый. Ему 40 всего где-то, да? Видите, 30 плюс. И Полина уже воспринимает серьез. Уже не добрый пупусер, Амин. Да, мне 32, но, видимо, я выгляжу намного моложе, раз Полина пыталась пререкаться. Я зазналась. Я расстроилась очень сильно. Спасибо. Спасибо. Все, каждый может победить. Она, на самом деле, с каменным лицом сидела до самого конца. Она не знала, что делать вот с этим осадком. И потом придумала, что? Включить девочку и обидеться, когда Пашу уходила. Ну, я зазналась, я лучше отойду отсюда. Пашу ушел, и, видимо, его привели обратно, или это какие-то другие кадры. Привели обратно с фото с ребятами, и... Полина находит железный женский аргумент. После чего Пашу ей снова вставляет пропиздонов. Такое, что ты любую обратную связь негативно воспринимаешь, что у тебя падает на пол шестого. Ну, не, не прям. И она, наконец-то, услышала. Ты ходишь, губни, я даже отойду, фоткаться рядом не буду. Это же показатель. Это я опять пошутила. Это я опять пошутила. Это была слуха? Да. Вполне себе, кстати, извинения сработали бы. Что это за неуважение вообще было? Я не понял. Я не буду водиться. Можно было, в принципе, за это и извиниться. Я услышала. Если бы ты ей сказала, типа, ну, я же фоткаться не буду, ха-ха-ха-хи. Было бы понятно, все бы посмеялись. Все, я услышала. Полина просто в ахуе до конца выпуска. Она пытается дрожащим голосом делать вид, что она все-таки в восторге от Пашу. Она же не знает, да, что покажут по телевизору. И пытается как-то контролировать вот этот нарратив. Меня просто очень привлекает то, насколько он начитан индустрией и вообще всем этим. У меня все хорошо, Пашу. Спасибо, что вы открыли мою музыку. Я очень рада, что вы ответили на мой вопрос. Но с продакшеном бороться нет смысла. Лучше быть собой, чем строить из себя кого-то, да? Как Даши Кочневой не надо пытаться контролировать сливы, так и Полине не нужно писать сценарий дневников. Это не ее работа. Если бы что-то кого-то не устраивало, ТНТ бы уже давно подал в суд на тех, кто ему не нравится. Запомните. Дальше у нас показывают день рождения Сони Полозовой. Это уже следующий день наступает. Опять очень мило. Показывают ее взросление. Нужно стать взрослым. Хо-хо-хо, ну здравствуй, дитя. Вижу, ты еще маленькая совсем. Сколько тебе? Годика три? Ребята, кстати, в той же одежде, в которой они встретили нас. Видимо, это снималось в тот же день. Да? Знал бы, поздравил, конечно. Ну, почти взрослая уже получается. Днева рождения! Днева рождения! Днева рождения! Полине снова приносят цветы, но нам не говорят от кого. Поэтому для зрителей тут никакой полезной инфы нет. У них дохера и так цветов. Да. Гадали? Это мне. Какие красивые ромашки! Хорошо. Я поняла. При зумерах, кстати, цветочная индустрия прям расцветает. Молодежь пипец как любит цветы, дарит их постоянно. У нас это считалось прям супердорогое удовольствие, да? Я не знаю, в моей молодости. Я в этом в плане немного сдутый. У нас не было никогда особо каких-то лишних денег. И у меня с детства отложилось, что цветы — это типа лишняя трата денег. Лучше, не знаю, что-то, торт купить какой-нибудь. Поэтому я так шикарно выгляжу. Вот. Он и дешевле. Первые цветы я, наверное, получил пару лет назад. Мне прислали доставкой на день рождения. Вот прям когда я уже жил в Москве. Я, честно говоря, был в шоке. Такие интересные ощущения от получения цветов. И в прошлом году тоже был букет, но, по-моему, он уже был из ягод. Тоже шок. Но нет, тема цветов не окончена. Это, этот кто-то из дома. Сашка. Ну, это логично. Ну, а другой? Вообще, это моя первая мысль была, что Филин подарил Полине цветы. Это логично. И Нонна подает знак подписчикам Рамузыки и называет его Буклей. Я понял. Просто так, Филин. Букля наш. Да, Букля. И на следующий день приходим мы с Любой в Звездный дом. Почти весь выпуск мы там. Хотя, кажется, ну, что показали совсем чуть-чуть. Но ничего. Я в подробностях сделал часовой спецвыпуск про это. Он вышел в воскресенье. Совсем недавно длится целый час. Обязательно посмотрите. Я рассказал, почему мы там как пришибленные сидим. Что пошло не по плану. Как нас обзывали, когда в доме отрубили свет. Что мы увидели в спальнях. Кто больше всех выбесил. И как прошло закулисье отчетного концерта. Ссылочка, естественно, в описании. Не теряем. С тех пор, кстати, Габриэлю разрешили выложить пародию на меня. Посмотрите. Итак, скандалы, интриги и расследования нашего чертового звездного дома. Наконец, мы перейдем к нашему концерту. Давайте обсудим номер Габриэля. Который у нас, конечно... Номер неплохой получился. Давайте перейдем дальше. У нас наша любимая розочка Маша Гордеева. Вы знаете, Мария, это было прише сносно. Это одно из лучших выступлений за сегодня. Это было тонко. Это было лаконично. Мне не к чему придраться к вам, Мария, в этом номере. Спасибо. Давайте покороче. Маш, было... Которая, конечно же, прекрасно исполнила свою песню. Ну, цветет, девочка. Просто цветет. А наша Полиночка Быковская, конечно же, как всегда и на сцене, быкует. Какая разница? Главное, что... В этом, друзья, все. Всем пока. Ждем новых дневников фабрики звезд. В дневниках ее не было. У меня, кстати, есть смутное ощущение, что смех из моей пародии вставили выпуск в Любину пародию. Потому что над Любиной мы не так прям сильно смеялись. Дневники я уже посмотрел после этого, после того, как ролик снял. И вот что вспомнил. Я после слов Даши Кочневой про сливы, когда запахло жареным, высказал ребятам и вспомнил, на самом деле, немножко про Вадима Гладкова. Который всех крыл писеми, когда был скандал с кругом. Хотя совсем был ни при чем. А когда его выгнали с проекта и комментов стало ноль, то сразу начал щебетать, как он любит подписчиков. Поэтому я сказал, что сливы и обсуждения, это вообще как такой показатель того, что шоу популярно и оно обсуждается. И ничего в этом страшного нет. Чтобы ребята немножко расслабились. И, кстати, что было после этого? После этого все живо согласились. И сразу закивали, что согласны. Я помню, Саша, фильм такой, да-да-да, это так, да-да. Но этого не показали по телевизору. Но это ничего страшного. Может им реально надо было послушать какую-то с другой стороны перспективу. Чтобы стало понятно отношение к вопросу сливов. Факапы, кстати, были и с моей стороны. Я признаю, я вспомнил, что когда говорил про тюнинг песен, аргументировал это тем, что на стриминге все равно студики выкладывают. Зачем вы тюните? Это была моя ошибка. Дело в том, что я послушал песню Сони Ползовой, которая... Которая, она не очень звучала по телеку, да, и показалось, что ее немножко чуть-чуть пересвели по-другому. И шум аплодисментов просто сверху вставили. Все оказалось не так. Это были реальные лайвы прямо с телевизора. И только с прошлой недели они начали уже перезаписывать студики. А раз такое дело, то в целом можно и не тюнить выступление, я считаю. То есть вот был мой аргумент такой, что раз есть студики, зачем тюнить? Вот теперь они действительно есть. Зачем тюнить тогда? Вот. Значит, на следующий день с утра было какое-то подобие фламенко. Полина там что-то стеснялась Саши Филина, да, что-то там близко с ним стоять, да, чему я абсолютно теперь не верю, учитывая, как она без проблем обняла меня в доме и повисла во время прощания. А мы впервые, между прочим, увиделись. Она же Ютуб не смотрит, и Рамузгу не знает. И это с моей-то спиной. Я считаю, что это план был на самом деле Полины, чтобы обострить мою поясничную грыжу. Дальше Семен, значит, сходит с ума с гоупрохой, бегает по дому и снимает, как все танцуют фламенко. Это кто такой? Умеешь ли ты танцевать, малыш? Как у тебя с танцами? Давай-ка подвигаемся вместе. Оп, оп, а если точечку? Бам! И у нас новый небольшой конфликт. Круг, значит, надрывается в комнате, поет, репетирует, может быть, для себя, но оказывается, что не для себя, а для всех. Прощай, мой старый аэропорт, билет уже давно в кармане затерт. Ему Полина закрывает дверь, ну, казалось бы, логично, да, чтобы не мешать репетировать. Вспоминаю, как будто было вчера. И раз он поет, чтобы не мешал другим. Для этого ведь репетиционные у них есть, вот эти вот все звукоизолированные, но есть одно но. Саше Сёркло. Некомфортно, когда дверь закрыта. Кто закрыл дверь? Я закрылась, потому что очень много. Хорошо. Просто не надо дверь закрывать. Некомфортно становится, когда дверь закрывается. А то, что когда она открыта, некомфортно всем остальным, его не особо волнует, понимаете? Здесь же не только не я и не ты нахожусь. Люди занимаются своими делами и в параллельных комнатах тоже что-то делают. И несмотря на то, что Саша Круг отвешивает нам последнюю отсылочку. Извини, пожалуйста, что без спроса закрыла дверь в твою комнату. Извини, что баканул. Я здесь полностью на стороне Полины. Тут даже обсуждать нечего. Все хорошо, зачем? Людям портят настроение. Да. Дальше приходит Катя Адушкина. И мало того, что она получает то приветствие, которое должно было быть у нас, она тоже смотрит дневники, концерты, все срачки, так еще и говорит на ту тему, про которую я хотел поговорить. Про то, как справляться с хейтом. Ну тебя не хейтят. Конечно, ты такой красавчик. Такой ты молодой. Танцуешь вот так вот, как лоси с танцем. Конечно. Действительно, у Кати было больше намного хейта, чем у Саши Круга. Но было бы интересно, мне кажется, фабрикантам послушать с нашей же стороны, как защититься от нашего же провоцируемого хейта. Так вот, Катя знает, кстати, мем про то, что Габриэля называют лосям из фильма «Танцы». Ну тебя не хейтят. Конечно, ты такой красавчик. Такой ты молодой. Танцуешь вот так вот, как лоси с танцем. Конечно. Круг также, как я и говорил, кстати, сделал шикарный урок для себя, который ему только помог, не принимать все на свой счет, оберегать себя вот и отделять себя от артиста по имени Саши Круг. Да нормально, сначала что-то перепрессовало, а теперь дальше можно просто фигачить, 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 еще больше работать. Катя, кстати, внешне напоминает немного Тори Келли. Она рассказывает про свой набор веса, который абсолютно незаметен. Она прекрасно выглядит, и Габриэль ее поддерживает. Я перебью, прекрасно выглядит. Конечно, спасибо большое. Можно на тыль. Продолжайте, да, простите. И меня очень начали... Катя выглядит отлично. Осталось только вернуться в индустрию, добавить еще хитов. Но в целом, я считаю, она давала хорошие советы. Под конец нам показывают общение полки и круга. Мне даже кажется, что он ей на самом деле подошел бы. Он вообще не хавает ее вот эти все манипуляции, закидоны. Ему просто пофигу. Она отыгрывает какую-то обиду, он ржет вообще. И все, обида лопается. Рыжая бестия просто. Что? Обида лопается. Ты бес. Я услышал. Она показывает ему свои новые ушные мониторы. Мне, кстати, она тоже их показывала. Я в спецвыпуске с ней видео снял, она их там тоже держит. Красивые такие, блестящие. Ну, и что-то там пытается укусить круга. Ему плевать. Я тебе не разумея оскорбил. Ты оскорбил меня уже несколько раз. Как? Называл меня... Бесом? Да. Разве нет? А что это значит? Что нужно переходить к разбору концерта. Что происходит? Начинается концерт. Сейчас, кстати, смогу вам еще плюшки с концерта рассказать, которые не мог сказать в спецвыпуске. Значит, начинается все с песни Серова Мадонна. И все это миксуется с песней Федука и Элджея «Розовое вино». Почему-то, не знаю. Снова дождь рисует мне, на заплаканном огне. Значит, Маша Гордеева делает, кстати, клевый риф. Поют вживую, но Габриэль что-то вот расходится жестко с Семеном. Сильно фальшиво они вступили. У Сони, говорят, громче всех сработал микрофон. Видел вопросы про это. Как видите, по телеку все выровняли. Просто кто-то громче пел на концерте, ничего страшного. Глаза закроют, но по мне, вода рисует на огне. Затем бац! И вступительную песню перезаписывают. Из-за фальши, скорее всего, парней. И Аркаша мне такой сидит со мной рядом и говорит. Блин, это прям второй раз за всю историю проекта. Такого вообще никогда не бывает. Я думаю, странно, интересно. Но ничего, второй раз спели получше. Все окей, вы этот тейк увидели по телевизору. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Слуги на минимум, чтобы не мешать. Выходит потом Маша Гордеева и Айова. И делают такой микс из двух песен. Бьет бит и новая песня Кусь. Шикарный вступительный номер. Я видел операторов, которые вот так с рук снимают. Они прям танцуют с камерами. Да, то есть это не просто ручная съемка. Они прям... Самый лучший хит! Вот так вот снимают. Иногда прям чересчур. Движухи было на сцене и так много. Самый лучший хит! Самый лучший хит! Самый лучший хит! Но угарно было наблюдать, как мужики вот с такими огромными камерами пытаются что-то там танцевать, по сути. Айова сделала так, как надо делать артистам. Она показала премьеру песни, которая вышла в пятницу. В воскресенье, бац, уже выступление с ней есть. Супер! Артисты вообще прямо забыли у нас, как надо делать промо. Площадок у нас просто дофигища. Мне, кстати, понравилось выступление. Маша прекрасно вписалась. Она прыгала, шагала. Она вжилась в роль, как обычно. Примеряет вот эти разные роли, но сохраняет свою манеру, сохраняет свой тембр. Танцевальную зону там разделили дополнительным таким треугольником, чтобы быть ближе к жюри. Было классно. Но потом номер начинают переснимать. Я поворачиваюсь к каркаше и такой... Bitch, what the fuck? Чё это, как я пришёл? Всё, начинают сразу впервые переснимать. Да? Получается, что, Маша у нас по-новому споёт? Короче, мы поржали, но оказалось, что там просто вначале что-то было с пушками и светом. Поэтому чисто вот в начале подсняли самое вступление, где ещё там Айова лежит на полу. И всё, выступление заканчивается. Айова садится в жюри. Выходит выступать Саша Филин и группа На-На с песней Фаина. Я на самом деле в шоке, какие движушные На-На. Я не фанател от группы в детстве, да? Но избежать их на самом деле было невозможно. Прям в самом детстве моём. Они были везде. И на радио, девчонки по ним текли, и по телеку их показывали. По-моему, состав уже несколько раз менялся. Я даже не знаю, те же люди там сейчас или нет. Но двоих только я узнал в лицо. Вот прям вот как будто я их запомнил. Может быть, только двое там и осталось. Из старого состава. Значит, Саша Филин жёстко потерялся на фоне На-Ны. Он поймал вайп, но пел вот то с бэками, то с ребятами. Сольно он пел только один свой простой куплетик. Припевы были все в унисон. Там была какая-то терция, да? Но мне кажется, её пел не Филин. Это был прописанный бэк. Были какие-то в конце вокализы, которые Саша мог без проблем спеть, но их пел почему-то кто-то из На-Ны. Саша не воспользовался возможностью. Такое, знаете, филер выступления. Потому что не в номинации, можно спеть как угодно. И затем у нас выходит Семён Полищук и моя Мишель. С песней «Ветер меняет направление». Это красивая такая песня. С ведущей такой вперёд аранжировкой. Можно в машине включить и ехать просто в кайф. Вообще за милую душу. Я застал концовку и репетицию этой песни, когда пришёл. Немного запаздывали ребята перед мотором с прогонами. Кто это? Семён, по-моему, да? Вот они преподы. Красавец. Семён старался выговаривать слова. Вы должны понимать, на самом деле, что это тоже сложно сделать, когда всегда пел вот сквозь зубы. Потому что при почти закрытом рте звук выходит по-другому. Он, да? Это чуть-чуть комфортнее, чем артикулировать. Именно поэтому критиковали Ариану Гранде всё за пение вот это звуками. Потому что, когда ты не выговариваешь, петь намного легче. А, блядься, постепенно нас с тобой отпустят. Поэтому он не так это ещё делает уверенно, но потихоньку. Семён тут тоже не очень старался. Его вела песня. Он просто пел основу. И самые вот базовые партии. И выглядел больше, как бэк-вокал моей Мишели. У неё ещё такой дистинктивный тембр, необычный, да? Он сразу потерялся. Много было пауз, много было пустот, проигрышей, которые можно было заполнить чем-нибудь, да? Уканье какими-нибудь, какими-нибудь словами. Но Семён песню прочувствовал. Ему дарят цветы. И я сначала не выкупил прикол, но... Все на трибуне начинают шушукаться, что цветы ему дали, чтобы он, скорее всего, подарил их Мишеле. А он не врубился. Цветы даже в цвет комбинезона, по-моему, её. Лично себя чувствую. По-моему, был классный очень номер, мне очень понравилось. А мы сейчас у Таня спросим. Но справедливости ради, он пошёл за ними, ему их дали. Значит, цветы его. Но ему потом намекнули, конечно. Передай ей цветы, Семён! Подари бабе цветы! Почему? Я хотел это сделать сейчас! Катя Айова очень много говорила. И, знаете, шла к мысли очень долго. Я знал, что её речи все будут порезаны, конечно. Ну, а чё она? Ей-то... Ей зачем обижать кого-то, да? Вот если бы критик сидел, типа Ромузыки или Чурика Янинова, тогда можно было бы и что-то говорить. А Айова, сама артист, конечно, она старалась как-то по-доброму давать какую-то свою критику. Второй раз на неделе я услышал фразу «На полшестого». Сам я и не пользовался раньше. Видимо, это что-то бумерское. Я просто очень молод. Посмотрите, как вы держите микрофоны. У тебя вот на полшестого, а у неё поднятые, понимаете? И... И выходит нас дальше Даша Кочнева и Ольга Серябкина с песней «Бывшие». Значит, чё-то с монтажом звука было в этом номере. Это сто пудов косяк какой-то монтажников. Почему Дашу не вывели из-за бэков, я не знаю. Это сто пудов какая-то осечка, потому что в зале всё было ок, но по телеку казалось, что вот ощущение, что она как-то шептала и пряталась за бэк-вокалом, как на Евровидении, знаете, участники. Но это было не так. Итак, оценить сложно. С экрана кажется, что это какое-то вот неудачное выступление. Да их песня на самом деле частушечная какая-то. Тут петь особо вообще нечего. Я заметил в этом выпуске, что все держатся за мониторой в этот раз. То Филин, значит, то Даша, то, спойлер, Габриэль будет держаться за них. Из-за простоты песни у меня вот как-то не поднимается рука восхититься. Но в рамках стиля Серябкиной, а она тоже, знаете, не особо шикарных вокальных данных, они в целом норм пошагали по сцене. Но от Даши-то уровень мы выше ждём. Кстати, напишите обязательно в комментах сейчас, какое ваше самое лучшее в этом, по вашему мнению, выступление в этом выпуске и самое худшее. В конце подведём итоги. Я скажу свои. Нонна Ягонян и Игорь Саруханов с песней «Скрипка леса». Это то самое выступление, которое не хотела Нонна из-за неизвестности Игоря. Честно, мне понравилось ещё в зале. Такие выступления всегда выгодно звучат и очень приятно, да, когда грубый мужской голос сочетается вот с таким мягким субтоном и мелизмы вот эти были выбраны хорошо и в нужных местах, да. Мне прям эта версия больше оригинала нравится. В куплете она, знаете, поддавливала немного, вот летящесть песни немного терялась. Видимо, Нонне кажется, что везде должен быть какой-то такой мощный момент. Здесь он совершенно не требовался, но припев «Огонь». Вот, знаете, прям посидеть вот так в окошко посмотреть. Гитара, кстати, без дырки. У Саруханова необычная была. Смотрел на неё весь номер. В эфире этого не было, но там было ещё полчасовое обсуждение, какое правильное название у песни. Скрипка леса или скрипка леса. Так затянули, да, и слушалось это на самом деле не очень понятно, поэтому и вырезали. Ну, в общем, у песни два официальных названия, и можно их оба использовать, как бы вам не слышалось. Полина Быковская и Митя Фомин «Огни большого города». Значит, Митя Фомин вышел, как Леди Гага на обложке альбома Джоэн в костюме под цвет волос Полины. Про это потом ведущие тоже пошутили. Полина не очень поёт, конечно. Что-то вот с опорой у неё. Всё, да? Она вот эти вот пела на выдохе, неопёрта, неуверен. То есть, вообще, неуверена. И на фальцет у неё слабый переход. Потому что она не задействует как будто диафрагму. И чисто где-то вот здесь вот наверху на разговоре поёт, поэтому когда чё-то вот она тянет, звучит это всё кринжово, как в разговоре. Выглядела чуть уверенно в проигрышах, прыгала, да? Но когда приходилось снова петь, она опять дрожала и звучала неуверенно. Ещё показалось, что ей жёстко помогали бэки. На телеверсии её как-то прям спрятали в припеве, вот во всех этих бэках. В общем, сплошная магия Хогвартса. Кроме имитации радости с грустными глазами, в номере мало что было. Всё равно Полина старается песню пропевать, нежели прожевать. И, конечно, прожевать легче, когда с пением нет проблем, как, например, у Маши, да? Поэтому надо подтягивать и вокал, и всё остальное. Сорвав якоря, начинаем жизнь с нуля. На онлайн-выпусках треков далеко не уедешь. Митя Фавин, кстати, сказал, что ему нравится, как она интонирует, и я думаю, тут он, конечно, приврал, потому что интонирует она плохо. Шнуров, кстати, заметил, что Полина играет раскрепощённость. Ты говоришь, как бы демонстрируешь нам, что я буду свободной. Смотрите, я свободная. А Полина, знаете, наверное, стояла и в это время смотрела на него и думала, ах, это ты, Пашу, сказал, что я говно. Вот на этом и закончилось всё. Значит, и потом выходит у нас номинанты петь. Александр, круг с песней где-то в Питере. Я вам в спецвыпуске говорил, что на номере круга я пошёл готовиться за кулисы к номеру Сони Полозовой. Через чёрную ткань я там видел, что на сцене что-то стоит. Ну вот сейчас посмотрел, наконец, песня Жукова. Улетаю с двумя пересадками в твоё сердце где-то в Питере. Про бывшую девушку, типа. Я не знаю, зачем там в дневниках разводили вот эту тему, что девушки просили разрешение спеть эту песню. Если песню вообще писал Жуков. И можно просто посвятить там какой-то девушке и бывшей и ничего не уточнять. Мы видим, значит, фотки Петербурга. Позади на фоне там Казанский собор. И Саша Круг поёт Я больше не налью тебе полусладкого. Полусладкого? С такими гонорарами? Полусладкое это не настоящее вино. Это когда в дешёвое сухое добавляют сахар. Это что это? Мы своих девушек вином за 300 рублей из коробки поем? Нехорошо. Потом он говорит, что он улетает с двумя пересадками. А это значит, что? Это значит, полёт был после февраля 22-го года, когда все летают через Турцию. А раз-две пересадки это значит или рейс дешёвый, что куча пересадок, во что я не верю, или это вот на острова какие-нибудь к любовнице. Всё понятно. Я больше не налью тебе полусладкого. На кухне не будем пить его. Всё понятно. Саша как бы попрощался на самом деле с нами этой песней. Там он поёт про конец для зрителя, я улетаю и всё такое. Видимо, сразу на острова после концерта. Опять тот же самый шансончик как бы показывает нам, что роста на проекте не было никакого. Ну, кроме урока по противостоянию хейту. Потом, значит, сцена темнеет и появляются фотки какой-то девушки из нейросети. Я, кстати, за кулисами сидел рядом с этими фотками. Я не знал, что они для какого-то номера. Саше потом на сцену дают знак круга и он же запрещающий дорожный знак, как бы показывая, что зритель запрещает ему проходить дальше. Да, сплошные отсылки. Это же знак, Саша! Надеюсь, это хороший знак. Это круг. Мы все думали, на самом деле, что песня про Полину или Никиту, но Полина даже не пустила его к себе, чтобы толком успеть песню написать. И затем выходит Соня Полозова с песней «Сначала». Мне все так надоели, я хочу, но не умею. Нет, сухо! Я, кстати, не очень понимал, зачем при объявлении песни выступающие еще сидят на звездном подиуме. Это так удлиняет съемку. Да, вот поет этот круг. Соня могла быть уже за кулисами, потому что звездный подиум этот толком не показывают. А то Тимур и Регина после круга вышли, снимают приветствие, потом они уходят, потом эта подготовка начинается, выносит инструмент, это все затягивается. Ну, хотя это не концерт, а съемки шоу, может быть, так и надо. Но, baby, эту песню я слушаю до сих пор. Среди голов, но только по-другому скучала, я начну сначала на год. Мы с Аркашей встали, значит, у этой звезды, у сцены с цветами, я стоял прям там, куда Тимур Родригес упал. И на этом номере видно мою макушку всю песню. Я не знаю, как я там вообще выше всех оказался, меня еще софиты дополнительно освещали. Такая ржака просто смотреть, такая дылда, такие дети и дылда такая. Читая, им не пользоваться. Софья, нет слов про Александра Круга, да? Соня вытащила на сцену живой бэнд, живые бэки, все живое, прям вот такое, знаете, концертное выступление. Ей Даша Кочнева с текстом чуток помогала. И, кстати, у Даши неплохая такая чуйка на текст. Она неплохо сочетает вот это все, и это слышно по ее песням, кстати. Но припев так мясисто пела Соня. Мы прямо там в танц-зоне кайфанули. Молодые фанаты, надеюсь, послушали, как круто звучат живые инструменты и будут в будущем ходить на концерты. Видно, качали все. И лук такой весь черный был. Это полный топ вообще. Сонечка молодец. Она, кстати, взрослее выглядит в кадре, чем на самом деле. Номер был шикарный, без комментариев. Студийка даже не такая мясистая, как этот лайф. Сначала 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 Шнуров защищает Соню. Он, помню, еще с самой первой серии не особо хотел круга в проект брать. Прям гасит круга. Это было угарно. Конъюнктурщик, не побоюсь этого слова. И здесь выходит сама, со своей песней. Спела. Браво! И затем выходит Габриэл Александров с песней Одни. Очень трогательная песня. Я узнал, что она посвящена его дедушке Габриэлю, который недавно ушел из жизни, но он не стал этого говорить жюри, чтобы не давить на жалость и никак это не повлияло на их решение. Видно, что дедушка ему был очень дорог, очень близок. Мы с Аркашей, пока Соню ждали за кулисами, как раз сидели на этой платформе, на которой он пел. Я не знал, что она для номера. Хорошо, что я ее своей жопой не сломал. Где солнце в небе светит только нас. В общем, я тоже буду оценивать номер без оглядки на эту информацию о дедушке. Тем более, я не знаю, он в итоге вообще будет это говорить или не будет. Так что не было этого. Что-то там вот замес был какой-то с мониторами. Он сам себя не слышал, потом он просто снял монитор. Эти песни чуток еще сильнее поплыла, потому что без мониторов звук чуток отражается от сцены. И в зависимости от акустики на сцене можно слышать себя немного с задержкой. На телеке особо не видно всех этих косяков, но неработающие мониторы точно добавляют как минимум волнение. Песня звучала, знаете, как что-то такое Билановское из нулевых. Бэки приятные, хотя вот более мясистые, как у Маши в песне эгоисты, тоже бы сюда подошли. Проблема была больше, я думаю, в структуре песни. Она немного запутанная была. Были вот какое-то нагнетание все выше и выше. Казалось бы, вот припев, потом опять спуск, и опять потом нагнетание, и опять, и непонятно, вот где была наивысшая точка в итоге. Набудрил, короче, немножко. Выступил он хорошо, трогательно, но песни не хватает, конечно, хитовости и нормальной структурой. Еще как будто во время пения звучало все как-то тягучо, как будто хотелось или темп ускорить, или слов в строчке не хватало, чтобы ее заполнить. Короче, вот не идеальная песня, но по сути это тоже была больше личная, нежели хитовая композиция, как вот, когда Круг пел, помните, да? То есть, это была такая вот личная песня. Но этот косяк на самом деле заставил Габриэля понять, что ему придется бороться за победу уже, потому что суперлидерства в этом номере не было. И мы переходим к голосованию жюри. Жюри выбирает Соню Полозову. Случайно на съемках Шнуров озвучил свой голос самым первым, там даже слышно, как Тимур Родригес переписал немножко аудио во время выпуска. Но в целом Соня все равно победила, там это было очевидно, все для ТВ-зрителей ничего не поменялось. И переходим к голосованию фабрикантов. Выходит Саша Филин и выгоняет второго любовника Полины, чтобы остаться единственным кавалером. По музыке и по тексту и по тому, насколько близок мне человек сегодня вот так. Ну, а Полина выходит и как раз отдает голос своему бывшему один-один. Я невероятно восхищаюсь твоим талантом. Спасибо, но сегодня так. Семен живет с кругом в одной комнате, мы это заметили еще, когда были в доме, но отдает голос свой Габриэлю. Вообще, голос, я думаю, заслужил Габриэль сто процентов. И все остальные отдают голос тоже Габриэлю. В итоге, все, кроме Полины, отдают голос Габриэлю. Вот такая любовь. Любовь такая, пока не появится кто-то любимее. Саша Круг, я очень-очень сильно тебя люблю. Габи самый-самый лучший. Маша, естественно, отдает голос тоже Габриэлю. Благодаря ему моя улыбка никогда не спадает. Габи. Шнуров ходит, я помню, там радуется, довольный, ну, естественно, в том числе и за то, что его участница осталась. Габриэль, видно, волновался прям сильно. Он знал, что спел не идеально, что песня не идеальна и что он реально мог вылететь здесь, потому что по другую сторону стоит не кто-то там с деревни, а месье Circle. Вот такие вот, вот такие вот у нас выступления. Значит, самое лучшее выступление, мы уже выберем здесь одно, это будет, не могу одно выбрать, среди номинантов это будет Соня Полозова, среди фабрикантов это будет Нонна Яганюан. Самое худшее выступление у нас будет Даша Кочнева с Серябкиной. Я бы их вместе выбрал с Филиным, но что-то там со звуком, я же оцениваю как зритель, вот зритель, я посмотрел телевизионную передачу, самое худшее видео выступление было у Даши, как минимум вот из-за проблемы, которые намудрили звукори или монтажеры. Это уже все вопросы к ним, а вообще у Даши и Филина примерно одинаковые простые песенки с не очень таким большим вовлечением. Вот, Филина там вообще халтура была на этой неделе. Вот такие дела. Пишите, что вам понравилось больше, какой выступление, может вы не согласны с Чуриком Янинова, потомственным аналитиком фабрики, да, подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал, а если вы подписаны на Бусти, то у вас есть доступ еще и в закрытый телеграм-канал, где я показывал и тизер песни и рассказывал сразу все по ходу пребывания на фабрике, да-да-да, Бусти, они уже узнали все это очень и очень давно. И все секретно, мы там действительно, мы у нас все взрослые, адекватные люди, мы все хорошо держимся, дружно, секретно и очень комфортно. У нас там такой VIP-кружок, поэтому подписывайтесь на Бусти, жду вас в следующем видосе. Пока, пока! Скрипка Хватит! Хватит! Субтитры создавал DimaTorzok